Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня 20 мая и если в открытый грунт только начинают, собираются высаживать люди томаты, то у того, кто имеет теплицу, скорее всего все томаты уже высажены. И вот видите, на наших томатах, которые в теплицу, уже активно образуются завязи. Какие-то поменьше, какие-то побольше. Но у томатов, которые мы высаживаем в теплице, мы можем столкнуться с проблемой, что завязи, как вам сказать, могут завязаться не все потенциальные завязи, которые могли бы быть. Сейчас объясню почему. Вы, вероятно, читали везде, что томаты любят ветерок, проветривание. И если на улице они стоят, их ветерок обдувает, это помогает опылению томатов. Потому что томаты самоопыляющиеся, им не нужно ни пчелы, ничего. Они могут существовать даже в наглухо закрытой теплице. Но им нужно, чтобы вот эта пыльца, которая у них, чтобы она немножко чем-то ее ветерок или что-то шевелил. Для того, чтобы не было пустоцветов, я всегда помогаю ей опыляться. Для этого достаточно, у меня всегда стоит палочка, для этого достаточно пройтись и вот так пошевелить. Видите, кустики шевелятся. Там происходит микроскопическое какое-то там движение пыльцы, она перемещается с места на место и опыляется. И после таких вот процедур, ну я раз в день прохожу вот так, поколотила палочкой, все, у меня палочка всегда в теплице стоит. Это помогает более полноценно завязаться вот этим маленьким помидоркам, чтобы не было пустых, опадших лепестков. Не знаю, у меня почти каждый цветок превращается в результате в помидорку. Ну и конечно, те томаты, которые в теплице, не всегда же мы можем ходить, стучать. Вот видите, так-то они и так хорошо завязываются. Но я все-таки подстраховываюсь и обрабатываю вот такими сейчас современными уже средствами. Не палочка бабушкина, а бутон или завязь. Они существуют и отдельно для огурцов, отдельно для кабачков, отдельно для томатов. Но я беру всегда смешанную, вот такую универсальную, потому что у меня в это время цветут, например, томаты и перцы в теплице в другой. Я развожу, там инструкция простейшая, любой, кто возьмет эту пачку, прочитает и разведет. Обрабатывать можно и яблони, и помидоры, и томаты, и огурцы. И я развожу одну вот эту пачку и обрабатываю все, что у меня цветет. Иду по томатам, по перцам, по баклажанам. Все, что высажено в это время в теплице, я обрабатываю бутоном. Потому что видите, какое обильное цветение. Когда подойдешь, стукнешь палкой, когда не стукнешь, это знаете как бывает всякое. Иногда забегаешься и не стукнешь, а бутоном обработаешь и повышается. Тем более бутон, ой, я сейчас два слова скажу. Тут написано, что уменьшает пустоцвет, защищает от заморозков и увеличивает урожай на 30-37%. Но хуже от этого бутона не будет. Никто, конечно, вам точно не скажет, на сколько штук больше появится помидор. Будут ли тут, ну как, от него какие-то результаты. Но я делаю это как лишняя подстраховка. Вот шевелю палочкой, иногда просто иду вот так рукой, чтобы они... Понимаете, в теплице, вот даже сейчас, когда две открыты двери, видите, они стоят в мертвых, они вообще не колышутся. А им надо, чтобы они немного шевелились, и тогда происходит самоопыление у них. Вот, про томаты я поговорила. Сейчас я какие-то сорта вот только собираюсь высаживать, видите, я готовлю. Какие-то у меня уже высажены, у нас вроде морозы прошли. И я потом, когда сюда высажу крупноплодные, я покажу, как их высаживаю, потому что высадки разных сортов различаются. Поэтому меня спрашивают, как вы будете проходить. Ну, во-первых, я здесь прохожу нормально, спокойно, тут хорошая дорожка. И то, что они посажены, вот эти загущены, они это выдерживают. Но буду, когда садить вот любимый праздник, там другие крупноплодные, бычье сердце, конечно, я буду оставлять расстояние побольше. Вот здесь дальше буду уже больше. Когда высажу следующие сорта, я вам покажу. До свидания, всего хорошего. Кто недавно добавился и хочет посмотреть или прочитать предыдущие материалы, заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Набираете Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Все, до свидания. Помидоры в теплице растут очень хорошо, завезли много. И все холода мы пережили, все будет прекрасно. Сейчас еще надо простимулировать стопроцентное опыление, чтобы было. И получим хороший урожай. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok